привет друзья я пользуюсь разными плетенками как средней ценовой категории так и самыми дешевыми не пренебрегая алиэкспрессом в том числе вот ну и другими плетенками которые имеют различные торговые марки но по факту это тоже китай вот взял шнур снайпер от салма сразу две бобинки в разных диаметрах 0 148 0 165 сразу понимая что заявленный диаметр это скорее всего большая фикция потому что для диаметра 0 148 заявлено 6,8 килограмма для 0 165 7,7 килограмма ну где-то понятно здесь что-то да не так должно быть ну а что мы сейчас посмотрим шнуры стоят 200 рублей с небольшим хвостиком поэтому большой беды не будет если окажется вообще ни на что не вводный шнур так вот бобиночка здесь еще лентой дополнительно упаковано такой вот и сам шнур это значит 0 148 сразу понятно что с диаметром точнее с толщиной так для шнура будет правильный немножко приврали здесь не 0 148 если сравнивать с более качественной плетенкой ну скорее всего где-то 0 25 сам шнур не мягкий но не очень жесткий так средней жесткости скорее всего после двух-трех рыбалок он обомнется и будет помягче естественно шероховатый даже так слышно как он поет здесь в пальцах ну в кольцах будет еще лучше в общем то как правило шнуры такого типажа оказывается достаточно износостойкими при всех своих вот таких внешних казалось бы ну не очень ахти каких данных давайте померяем разрывную нагрузку вот этого шнура который 0 148 в общем на узле юни получилось где-то насколько я успел заметить 4 и 6 килограмма но потом на видео гляну точнее в общем то для своей реальной толщины вполне себе ничего и вот этим шнуром который якобы 0 148 вполне можно ловить среднеразмерными воблерами ну даже и крупными для джига классического я его бы наверное не посоветовал а если ловля происходит в корягах то в общем то почему бы и нет потому что с его характеристиками выдающиеся дальности достичь не удастся а для ловли на коротке в коряжнике всяких захламленных местах где не нужен особенно дальний заброс шнур вполне может подойти давайте посмотрим следующий который якобы 0 165 шнурочек у нас естественно потолще и здесь уже будет трудно сказать ребята о толщине вот так на глаз это надо ложить с каким-нибудь тарированным проволочкой и сравнивать визуально через микроскоп ну наверное будет ну кто его знает 0 28 там наверно вот так если примерно может быть ну 0 3 наверно не будет в общем шнур толще и вот это наверное скорее всего ну я не знаю только для крупных воблеров вот в моем понимании применить хотя в принципе принципе наверное можно с лодки толщиной пренебречь значительно вывод какой шнуры конечно не супер она и понятно по цене 200 рублей что вы хотели но тем не менее использовать и вполне можно не только для бэкинга но и на каких-либо рыбалках у кого нет денег или возможностей купить себе дорогие шнуры почему бы и не эти тогда всем пока и до новых встреч